Божаю здоровья, уважаемые украинцы. Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Прежде всего, хочу поблагодарить наших воинов, тех, кто защищает украинское небо, и тех, кто сражается ради Украины на передовой. Наши защитники неба, бойцы воздушных сил и других родов войск, которые вовлечены в оборону от ракет и шахедов-террористов, в эти дни просто молодцы. Вдохновляют не только нас. Партнеры видят, на что способны украинцы, то, на что способно в наших руках переданное нам оружие, то, как мы эффективны, когда действуем вместе ради нашей общей безопасности. Успехи украинцев в обороне против российской агрессии – это однозначно антидот против других агрессий. Мир должен видеть, что свободный народ способен защитить свободу от захватчиков. Можем мы, значит, смогут другие. Если будут действовать так же смело, так же точно и так же вместе с другими свободными народами. Спасибо каждому нашему воину, который дает Украине этот результат. Благодарю каждого партнера, который помогает нашим воинам, именно тем оружием, которое нужно для результативности. Особо отмечу сегодня воинов 96-й Киевской зенитной ракетной бригады. За эти и минувшие сутки – абсолютные молодцы. Конечно, сегодня, как и всегда, я благодарю наши подразделения, которые сражаются на наиболее жестоких направлениях. Марьинка, Бахмут, Авдеевка. Я благодарю каждого и каждую, кто защищает Украину именно там, за отвагу и стойкость. Окупанты снова получили от своих руководителей какие-то очередные задачи продвинуться куда-то, к определенной дате. Что ж, это означает лишь то, что, несмотря на любые даты, наши герои будут, как всегда, уничтожать оккупанта. Провел сегодня заседание Ставки. Докладывали и командующие оперативными направлениями, и главком, и руководители разведки. Кстати, доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе мы будем делать определенные шаги. Шаги, которые укрепят нашу защиту. Были также доклады по подготовке новых наших подразделений, по поставке боеприпасов. Провел совещание с министром по стратегическим отраслям промышленности по боеприпасам. Есть хорошие новости по этому поводу. Разумеется, сейчас не время их обнародовать. Провел несколько совещаний с чиновниками. Глава правительства, первый вице-премьер, министр внутренних дел и другие министры. Первое совещание по разминированию в Украине. На сегодня более 170 тысяч квадратных километров нашей территории загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами. В общем, это оценивается во временных пределах довольно неприятно. Мол, нужны десятилетия, чтобы разобраться с такой угрозой. Мы должны сделать это гораздо быстрее. Готовим мы специальную систему действий, которая поможет быстрее разминировать новую территорию после деоккупации. Активно работаем с партнерами для увеличения наших возможностей. В технике, в подготовке саперов и пиротехников. Со всеми в мире, кто имеет опыт, кто имеет технологии, кто имеет финансовые возможности для поддержки, мы будем сотрудничать, чтобы сделать Украину снова чистой от российских мин. Еще одно совещание по безопасности, которое сегодня провел, касается разработки фундаментальной новой концепции безопасности для Украины. Комплексно ответим на все вопросы безопасности страны. На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, по конкретным практическим вопросам. От защиты границы до новых условий безопасности для работы школ, от инфраструктурных основ безопасности экономики, до реальной возможности гарантировать нашим людям такую защиту от террора, которая есть у наиболее передовых государств мира. Все это будет представлено, все это будет реализовано. Сегодня, 8 мая, когда мир вспоминает слова «никогда снова», мы в Украине придаем смысл этим словам. Не только помнить, но и защищать, не только ценить жизнь, но и делать все, чтобы каждый, кто угрожает жизни, каждый, кто несет агрессию, каждый, кто прибегает к террору против других народов, чтобы каждое зло проигрывало. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать жизнь. Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою ради Украины. Пусть победа над нынешним злом расшизма будет лучшим честованием памяти тех, кто боролся и победил нацизм. Слава Украине!